здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами о борьбе с таким злостным вредителем как белокрылка а заодно и с другими вредителями тлями всевозможными гусеницами паутинным клещом и другими вредителями которые нам досаждают в саду в огороде защищенном и открытом грунте наибольшей трудностью среди вредителей по искоренению является искоренение белокрылки она существенно и сильно вредит особенно в южных регионах там она вредит и в открытом грунте защищенном грунте в более северных регионах умеренной зоны она может быть легко встречена в защищенном грунте к сожалению климат немножечко теплеет зимы становятся более мягкими белокрылка остается способны к перезимовки в защищенном грунте из-за этого она может возникать каждый год вновь и вновь кроме того если вы не выращиваете рассаду самостоятельно очень частым случаем является принесение белокрылки в теплицу вместе с рассадой ну а в южных регионах она является в общем-то достаточно обычным вредителем белокрылка это такая маленькая бабочка то есть она относится к чешуи крылом как все остальные бабочки и и гусеничка маленькая личинка также вредит как и вредят взрослые насекомые взрослые насекомые поселяются на нижней стороне листа и могут создавать такие достаточно обширные популяции если вы перевернете листочек посмотрите там их может быть большое множество растение истощаются из-за повреждений начинают болеть проявляют симптомы различных дефицитов в конце концов растение может даже погибнуть ну а от растения массово зараженного белокрылкой урожая ждать не стоит и вовсе соответственно с ним надо конечно же бороться среди средств по защите растений конечно огромный арсенал защитных таких средств представляют химические средства защиты растений очень жестко действуют фосфор органические соединения ими конечно можно работать пользоваться в открытом грунте на декоративных растениях для такого массового искоренения белокрылки это может быть и карбофос и актелик и другие препараты доступные из группы фосфор органических соединений пользоваться ими надо более-менее систематически они достаточно токсичны поэтому я совершенно не рекомендую пользоваться ими на пищевых растениях но если у вас белокрылка поселилась в открытом грунте и заселила и какие-то дикорастущие сорные растения и декоративные то в принципе при массовом распространении белокрылки применение таких средств является оправданным вторая группа препаратов это перитроиды это может быть карате энтовир какие-то другие препараты их очень много они доступны они менее эффективны чем фосфор органические соединения но в то же время и менее токсичны поэтому использование их по инструкции также может сдерживать белокрылку многие препараты обладают только сдерживающим не убивающим действием на белокрылку в силу того что она все-таки очень-очень выживучая вредоносно более такими эффективными средствами менее токсичными являются неонакотиноидные препараты это вот биотлин например или октара или многие другие которые представлены на рынке средств защиты растений также могут использоваться ну и скажу о авермиктинах это фитоверм и другие препараты к сожалению они против белокрылки не эффективны точно также неэффективные биологические средства защиты такие как липидоцит или битоксибацилин дело в том что у белокрылки достаточно специфическое питание на растениях в этой связи вот эти бактерии или отравляющие вещества не очень хорошо проникают внутрь белокрылки и и личинок и соответственно не наносят им какого-то серьезного вреда таким образом арсенал биологических средств или легких средств защиты достаточно ограничен кроме того трудность искоренения белокрылки связано с тем что она является злостным очень злостным вредителем сельскохозяйственных растений и на ней уже много лет против нее применяют различные химические вещества и белокрылка к сожалению стала очень устойчивой ко многим из таких стандартных средств химической защиты поэтому если применять только одну группу каких-то препаратов это может оказаться и неэффективно белокрылка может уменьшить свою численность на короткое время но впоследствии она будет развиваться и развиваться все с новой силы для того чтобы снять вот этот момент устойчивости белокрылки к средствам защиты растений стоит применять комбинированные препараты ну можно взять например карате и октару развести их соответствии с инструкцией соединить вместе в одном опрыскивателе и сделать обработку одновременно двумя препаратами различных групп данном случае перитроиды и неонакотиноиды в этом случае обработки будут гораздо более эффективными но к сожалению в момент плодоношения например томатов огурцов наиболее повреждаемых белокрылкой растений применять такие химические способы защиты нельзя потому что у них есть определенный период ожидания по неонакотиноидам такой период ожидания может составлять и 14 20 и более дней также примерно две недели нужно выждать до того как собирать плоды после обработки например карате даже до трех недель вот периоды ожидания всегда указаны на этикеточки и вы должны всегда придерживаться этих периодов ожидания перед сбором урожая вот у интавира там срок ожидания тоже достаточно велик соответственно пользоваться этими средствами защиты достаточно сложно что же делать белокрылка повреждает белокрылка поедает ваши растения вы снимаете плоды и обработать химией никакой ну химию словно не нельзя что же делать для этого существует один не сказать что совершенно новый но достаточно эффективный метод как с помощью безопасных для здоровья и для растений средств изгнать белокрылку из теплиц и со своего участка базой для этого способа обработки растений является скипидар или вот такое вот терпентинное масло аптечное скипидар является натуральным продуктом продуктом переработки сосновой живицы в варианте аптечном является более очищенным если вы берете обыкновенный скипидар из хозяйственного магазина который используется в качестве растворителя он там менее очищенный но в принципе для наших целей это не имеет существенной разницы большого значения какова защищающая защитная такая функция скипидара ну во первых он обладает репеллентными свойствами он обладает достаточно сильным запахом из-за чего дезориентирует насекомых которые ищут растения по запаху находят их повреждают их и соответственно он их дезориентирует и они не могут нормально найти растение нормально к нему прицепиться нормально на нем питаться кроме того он является достаточно хорошим таким жирорастворителем в связи с чем попадая на покровы насекомого повреждает эти покровы и соответственно способен нанести существенный вред и личинкам и бабочкам белокрылки но к сожалению он не действует на яйца поэтому такие обработки нужно по мере от рождения личинок из яиц периодически делать перед кратность обработок при сильном повреждении белокрылка примерно раз в 7-10 дней случае легкого повреждения белокрылка или с целью профилактики появления вредителей такую обработку хорошо делать раз в две недели итак базой нашего рецепта является раствор хозяйственного или зеленого мыла его на одно ведро воды нам необходимо примерно 100 грамм от 50 до 100 грамм такой мыльный раствор мы тоненькой струечкой должны влить наш скипидар или аптечное тропентинное масло сколько его нужно туда влить дело в том что растения выдерживают достаточно высокие концентрации скипидара в мыльном растворе максимальная концентрация которой можно работать в саду и в огороде это 15 процентов скипидара что составляет аж полтора литра скипидара на ведро вот такой вот мыльной эмульсии это конечно очень жесткий раствор он будет действовать очень сильно и для более нежных растений например для таких как огурец можно использовать до одного литра то есть чуть чуть меньше но на самом деле даже небольшие дозы скипидара являются хорошим профилактическим средством или лечебным средством в начале развития белокрылки то есть если вы вдруг зашли в теплицу потревожили ваши растения там убирали пасынки поливы делали обработки и увидели что такая белая беленькая бабочка полетела посмотрели под листиками ничего особо не увидели на увидели одну-две штучки то вам можно пользоваться и низкими дозами скипидара если вы перевернули листочек и вы там уже видите 5-7 и более особи белокрылки под этим листиком если вы потрясете томат и у вас прям вылетают эти белокрылки то конечно вам надо пользоваться уже жесткими концентрациями вот до 15 процентов скипидара в объеме вашего защитного средства ну у меня белокрылки к счастью нету были какие-то единичные экземпляры я развесил желтые таблицы такие клейки карт картонки и белокрылка на них полетела прилипла и вот все оставшееся время когда я в теплице находился я ни одной белокрылочки не увидел поэтому я буду использовать достаточно низкие дозы я буду делать раствор на 5 литров и соответственно возьму ну я бы взял до 50 миллилитров терпентинного масла аптечного этого скипидара соответственно его нужно сюда вот тоненькой струечкой влить зачем нужен мыльный раствор для того чтобы соединить скипидар который в воде не растворяется и соответственно чтобы сделать вот такую вот эмульсию скипидарную вместе с мылом она может стоять там до суток не расслаивается соответственно можно ее какое-то непродолжительное время похоронить кроме того я в этот раствор усиливаю камфорным маслом камфора в принципе входит состав скипидара она также является натуральным веществом не опасным для здоровья и не опасным для растений в разумных дозах но она обладает очень сильным репеллентным действием соответственно я усилю действие скипидара и возьму вот 25 миллилитров скипидара и 30 миллилитров камфорного масла можно ли брать камфорный спирт можно брать и камфорный спирт но дело в том что в камфорном спирте камфоры содержится только два процента а в камфорном масле 10 процентов соответственно более выгодно и более экономно взять камфорное масло таким образом я возьму половину дозы это скипидара и половину дозы камфорного масла также соединяю его с мыльным раствором масло нам тут тоже не помеха минеральная но только усилит действие нашего раствора очень хорошим действием обладают различные травяные настои усиливающим действием конечно не самостоятельным но усиливающим поэтому вот такую настойку такое средство хорошо бы делать на например полынном отваре несколько там 5-6 стеблей полыни можно запарить 10 литра горячей воды дать им настояться сутки горькой полыни горькая полынь действует лучше всего но когда вы обрабатываете горькой полынью то она попадает на плоды это полынь и соответственно может придавать горький вкус плодам я буду использовать настойку эвкалипта сюда в виду я возьму примерно 10 миллилитров настойки аптечной настойки эвкалипта на 5 литров воды этого будет вполне достаточно для усиления такого вот репеллентного отпугивающего и любительного действия на белокрылку можно взять мятную настойку если у вас растет перечная мята в огороде вы также можете взять ее там 5 6 7 крупных стеблей заварить их и добавить на вот такой вот объем средства защиты растений кроме того очень хорошо после повреждения или во время повреждения белокрылкой растений их немножечко укреплять для того чтобы они хорошо восстанавливались одним из таких хороших восстановительных средств для растений является никотиновая кислота буквально одну таблеточку никотиновой кислоты здесь у меня по 50 миллиграмм таблетки вот одну таблеточку на литр раствора для защиты растений очень хорошо добавить для того чтобы растения восстанавливались после повреждения или болезнями или вредителями дело в том что никотиновая кислота является предшественником очень многих важных для растений веществ которые синтезируются у растения и вот такое экзогенное внешнее добавление никотиновой кислоты она поможет усилить синтез важных для растения веществ но если у вас вдруг нету никотиновой кислоты то вы можете воспользоваться и обыкновенными дрожжами дело в том что дрожжи содержат в себе и никотиновую кислоту и витамин b1 и b2 и другие полезные для растений вещества соответственно вы можете добавить либо таблеточки либо дрожжи либо там половину дозы таблеточек половину дозы дрожжей дрожжи следует добавлять из расчета 25 грамм сухих дрожжей или 100 грамм сырых дрожжей на 10 литров воды соответственно мне бы понадобилось примерно 12 грамм сухих дрожжей или половина пачки 100 граммовый на 5 литров воды в принципе мой состав готов база его является мыльный раствор вместе со скипидаром, я его усилил также камфорным маслом, настойкой эвкалипта и никотиновой кислотой, вместо которой можно было взять и дрожжи. Если же, вот этот состав уже является достаточным для того, чтобы обрабатывать растения в теплице. Кроме того, для растений в теплице или в открытом грунте, но речь идет именно об овощных растениях, очень хорошо взять небольшое количество аммиака. Примерно его, вот я возьму столовую ложечку на 5 литров воды. У меня 25% аммиак, будьте с ним осторожны. Для чего сюда кладется аммиак? Для того, чтобы усилить вот это разрушающее покровы растений, действие вот этого состава мыльно-скипидарного раствора. Вот этот вот мыльно-скипидарный раствор является прекрасным средством не только для уничтожения паутиного клеща, тли, белокрылки, различных гусениц. Он является также прекрасным способом борьбы с луковой мухой. Вы можете вот таким вот раствором проливать ваши растения весной, летом, когда это необходимо. Посадки моркови можете проливать, посадки лука можете проливать, можете замачивать в нем луковички перед посадкой. Он вообще, скипидар, прекрасное средство против всевозможных подобного рода вредителей. Это прекрасная альтернатива березовому дегтю. Я уже неоднократно говорил о том, что в березовом дегте содержатся также канцерогенные вещества, что очень опасно для здоровья. И вот если луковая муха или подобного рода вредители являются проблемой у вас на участке, то обязательно используйте вместо березового дегтя скипидар. Это безопасное для здоровья средство, которое в разумных дозах совершенно не принесет вреда ни окружающей среде, ни вашему здоровью, ни растениям. Если же вы боретесь с белокрылкой и другими вредителями на декоративных растениях, вы также можете усилить действие этого раствора с помощью вот такой вот аптечной эмульсии бензилбензата. Это достаточно сильное инсектицидное вещество. Конечно, им нежелательно обрабатывать пищевые растения, потому что все-таки оно будет попадать на поверхность плодов, и хоть оно и неплохо смывается с поверхности растений, но все-таки его использование на пищевых растениях в момент сбора урожая не является оправданным. Однако же до сбора урожая или же на непищевых растениях вы можете его вполне использовать. Вот такого вот флакончика в 50 мл эмульсии бензилбензата хватает на 2 литра воды и, соответственно, для обработки растений. Вы можете его влить в этот состав, вы можете использовать его самостоятельно для обработки буквально от всех вредителей, в том числе клеща. Почему я его рекомендую? Почему он является неплохой альтернативой для вот таких вот стандартных препаратов для защиты растений? Дело в том, что бензилбензат не используется в крупнотоварном производстве для борьбы с насекомыми вредителями и клещами. В этой связи к бензилбензату у вредителей еще не успела сформироваться устойчивость, поэтому если вы обрабатывали какими-то средствами и у вас ничего не получилось, то есть ваши вредители уже приобрели устойчивость к ним, то используйте вот эту вот эмульсию бензилбензата для искоренения вот таких вот устойчивых форм вредителей. Соответственно, вам это очень-очень поможет. Я надеюсь, что наши советы помогут вам избавиться от белокрылки, других вредителей, избавиться такими щадящими способами, которые можно использовать в том числе во время плодоношения растений. Я желаю вам здоровья, успехов, хороших урожая, всего хорошего.